Поставила на запись еще раз, друзья. Всем доброе утро. Сегодня мы вышли на финишную прямую и до нашего самого главного события, которое будет у нас уже седьмого числа, осталось буквально вот ну совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Напишите мне, пожалуйста, какое самое главное событие, на которое работает наша вся компания у нас будет. Что будет, что нас ожидает? Прописывайте, пожалуйста. Так, Тюмень, Сочи. Всех, ребята, приветствуем. Всех приветствуем. Невинномыск. Валера Ольшанский. Вижу Сочи с тремя восклицательными знаками. Так, день рождения компании. Так точно. Так, друзья. Очень рада. Прям энергия прям сразу такая очень хорошая. Я рада вас еще раз приветствовать. И сегодня я буду говорить о самом главном навыке, который мы должны научиться использовать в нашем бизнесе. Для тех, с кем мы лично не знакомы, буквально несколько секунд представлюсь. Елена Орлова, город Краснодар. Я была одним из первых предпринимателей, кто в своем городе, в Краснодаре, запустил систему лояльности ЮДС. Я была клиентом, и чуть позже я стала партнером. На этом слайде 59 месяцев в бизнесе. Совсем скоро, уже в августе 22-го, будет 60 месяцев в бизнесе. Будете меня поздравлять. Я читала книгу «Стань профи», и в этой книге было написано, чтобы стать профессионалом в сетевом бизнесе, нужно минимум 5-7 лет. Поэтому планку минимум скоро я перешагну, и у меня уже есть чем с вами поделиться. Опять же, повторяюсь, что в свой самый старт я сделала бонус быстрого старта на VIP-пакете. Это был 16-й год, сентябрь месяц. Если мы говорим о квалификациях, в первый месяц, ребята, я сделала директора первого уровня. Если сейчас здесь есть новички, и вам кто-то говорит, что директор – это совсем не скоро, то в первый месяц в нашем бизнесе можно закрыть квалификацию директора и заработать бонус быстрого старта. В первый месяц мой доход был 13 700 долларов, и на протяжении, наверное, двух лет 10-12 тысяч среднемесячный доход у меня был стабильный. В первые три месяца у меня была квалификация председателя совета директоров. Это 500 финансовых циклов за одну неделю. Это был очень-очень хороший такой рывок. Это был прям старт хороший. Это был чек. Это, знаете, как для студента, который идет учиться, учится несколько лет, а потом уже зачетки работает на него. Поэтому мне было очень легко помогать в трехсторонних переговорах, закрывать сделки своим партнерам с достаточно высоким доходом. Вот, в 17-18 году я была в лидерском совете. В 18-20 был у нас высший лидерский совет, я входила в него. Мне очень хотелось продвинуться по карьерной лестнице. Прям хотелось быть вкладом в компании, хотелось быть полезной компанией, хотелось участвовать в организации всех мероприятий. То есть, если здесь среди вас, дорогие ребята, если есть новички, то я вам искренне советую сделать первую квалификацию директора для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Вы помните, что за одни и те же действия квалификация директора нам дает двойные финансовые циклы. То есть, нам нужно будет уже не столько усилий прилагать, чтобы получать больше денег. Далее. Департамент масштабирования в 21-м году. И сейчас я вхожу в департамент. В моей команде более 200 активных партнеров и более 700 клиентов. Далее. Вот еще я вам хотела показать такой, меня помнят очень многие мои друзья, мои близкие. Восемь лет было моему магазину, когда я познакомилась с UDS. И еще два года я совмещала бизнес с компанией Global Intellect Service и свой бизнес. Я продала успешно свой готовый бизнес, но это не потому, что UDS появился. Я его и планировала продавать, просто очень долго к этому шла. И, наверное, мое желание больше развиваться в этом направлении. Здесь я увидела больше возможностей, больше свободы, больше перспектив. Я успешно продала свой готовый бизнес. И в самом начале я поняла, что рост моего бизнеса, рост моего бизнеса, он идет через событийную линейку. Через мероприятие. Наверное, ни высокий доход, ни бонус быстрого старта не включила бы меня так, как событийная линейка. Самое первое мое выездное мероприятие было – это Сицилия. Это был октябрь 2016 года. И стоя вот на этой сцене Вячеслав Ушенин, молодой, красивый, он говорил о важности событий. И я запомнила простые фразы, когда он рассказывал о лидерской предстоящей поездке и о итогах года. Он сказал, на наши мероприятия, которые делает компания, вы можете приглашать хоть министров, хоть президентов. И мой куратор мне говорил о том, что когда компания отдыхает, с компанией нужно отдыхать. Когда компания учится, на эти события нужно быть вместе со своими людьми, вместе со своей командой. Вернусь, наверное, еще к тому, что к мероприятиям, наверное, и к самым крупным, я немножко пройду по мелким, для чего они нужны. Здесь есть наверняка новички. Поэтому я говорю, что наше вот утро, доброе утро каждый день практически в каждой команде. В 9 часов утра мы проводим короткие чейкинги, мы синхронизируемся, делимся успехами своими. Кто-то у нас появился в команде, кто-то сделал большой прорыв, кто-то продал там оптовый пакет, кто-то подключил торговый центр. То есть всегда есть мотивация выходить на эти команды, доброе утро. И как только в моей команде появляется новичок, я всегда делаю на этом большой акцент. Доброе утро каждый день в 9 часов утра. К мероприятиям точно так же я отношу и прямые эфиры от топ-лидеров, если мы сейчас говорим о онлайн, так как больше работаем, да, нежели в офлайн. То прямые эфиры от топ-лидеров проходят еженедельно практически. Есть кейсариумы, куда мы приглашаем предпринимателей, где мы показываем, где выступает кто-то обязательно из компании, из администрации компании. Показываем кейсы реальных предпринимателей. На прямых эфирах от топ-лидеров ребята показывают и раскрывают все фишки партнерской программы. Они говорят и о продукте, и они говорят о том, как можно зарабатывать в нашем бизнесе. Показывают успешные свои кейсы, да. Круглые столы для партнеров, для новичков, форумы, это офлайн мероприятия. Сейчас мне очень нравится, что даже в такой вот период после карантина, да, все города возобновились. Практически каждую неделю в каждом городе проходят события, где выезжает администрация компании. Там и Сергей Костюжов, и Стас Калашников, и Айрат Измайлов, и Вячеслав Ушеник посещает наши все форумы. И вот в каждом городе, вот следите за этими форумами, которые проходят в офлайне в других городах. И как правильно сработать на эти события, можете расспросить у своих кураторов, и они вам расскажут, как правильно пригласить на офлайн мероприятия в другом городе своего потенциального партнера, клиента, как донести идею, как проконтролировать, как быть с ним на связи, и чтобы ваш бизнес развивался в других регионах, нужно работать и на такие вот события, как форумы в других городах. Далее. Я, когда только начала работать, люблю рассказывать через свою историю. После того, как мы вернулись с первого выездного мероприятия, буквально через две недели. Вы видите этот огромный зал, это Краснодар, 500 человек, мы сделали форум. Мы собрали его очень быстро, очень. Тогда в Краснодаре было еще очень мало и компаний, и я была одним из первых партнеров в том числе. После этого события у нас появилось несколько десятков сразу клиентов на нашей платформе. У меня появилась команда, она выросла практически, наверное, в два раза. То есть, если у меня партнеров там было 20 с чем-то человек, то команда стала там более 50, наверное, может быть, даже 60 человек. Мы очень эффективно, краснодарская команда, сработали на этом событии. И мне, почему этот бизнес показался очень-очень простым и очень легким? В самом начале пути я начала работать в сентябре, вы видите, октябрь, то есть большие деньги, высокий доход. И все это через событийную линейку, через мероприятия. На следующий месяц была опять конференция. Это школа бизнеса, это Москва была. 16-й год, это ноябрь. То есть, сентябрь стала, начала работать, да, октябрь. Была Сицилия, был форум, ноябрь. Опять это Москва, помню, башня Ока, 1200 человек в этом зале. Мы приехали из разных городов, из разных регионов, из Краснодара. Тогда мы выехали, пригласили гостей. Вот в моей команде было 65 билетов мы тогда продали. 65 билетов здесь сидели мои люди, гости. Я помню, как мы в ресторане после этого мероприятия в Москва-Сити сидели огромные команды. Мы знакомились, мы разговаривали, ребята регистрировались, хотели попасть на следующий день еще на одно обучение, да, вот гости приглашенные. И опять рост чека, опять рост чека. Я думаю, так, прикольный бизнес, работаем на события. По сути, это тот момент, когда мне всегда этого было, ну, не хватало, да. У меня красивый бизнес был, у меня красивый магазин подарков был, но мне не хватало вот этой вот, наверное, движухи. И поэтому мне очень нравилось и само участвовать в организации событий. И, естественно, приглашать гостей, чтобы твой бизнес рос, нужно было всего лишь пригласить гостей. Я пройду по крупным мероприятиям, которые у нас есть, мероприятия от компании. Сейчас вот у нас на носу день рождения компании. День рождения, вот многие спрашивают, Лена, как приглашать, что нужно говорить. Вот, я считаю, что это будет, ну, праздник, праздник. Это мероприятие три в одном, четыре в одном, как хотите, назовите. Здесь будет лучшая презентация продукта. Я уверена, что компания для нас приготовила какие-то обновления. Будет какой-то обязательно эффект вау. Я его не знаю, но я уверена, что это будет. Это, может быть, департамент по продукту знает, что у нас за обновления будут в продукте, да. У нас будет Вячеслав Ушинин на сцене, у нас будут ребята, представители компании на сцене. То есть сюда можно приглашать ваших и клиентов, и потенциальных клиентов. Точно так же четыре топ-лидера у нас будут на сцене. Тоже спрашивают многие, что же будет на день рождения. Топ-лидеры наши будут тоже на сцене. Здесь будет, естественно, и мотивация, и честный разговор про деньги. Вот. И я уверена, что многие, кто сидеть будут в этом зале, себе еще сто тысяч, пятьсот раз в голове купят этот бизнес, и еще не один оптовый пакет в своей голове. Вот. Далее. Так как это праздник, у нас будет дневного вечеринка. Нам выдадут, по секрету вам скажу, всем аксессуары. Мы все будем блистать, мы будем все яркими, заметными. С нами будет Ваня Усович, ТНТ, тоже знаете. Вот. То есть с десяти утра практически до девяти, до десяти вечера мы с вами будем и получать знания. Мы с вами будем все вместе, мы будем знакомиться, да. Далее. После дня рождения, день рождения седьмого, восьмого, тот, кто еще не разъедется по регионам. Прям очень рекомендую собраться всем, поговорить там, кому-то закрыть трехсторонние встречи. И девятого числа у нас планируется лидерская поездка. Я знаю, что у нас будет много ребят, кто сделает условия промоушен от компании. Друзья, если у кого-то еще не сделаны промоушены, то сейчас самое время синхронизироваться с кураторами, подумать, что ты еще можешь сделать, потому что еще целая, целая неделя, еще очень много времени. У нас, да, я хочу сказать, что наш сейчас спринт следующий будет начинаться именно с дня рождения. У нас сейчас есть возможность опять товарооборот этого спринта еще вот в эту неделю доделать. После у нас осенью, раньше была весна, сейчас это осень, у нас даже забронирован зал в Турции. Это 16-19 октября Турция. И самое красивое событие, которое будет, это итоги года. В общем, эти вот четыре мероприятия от компании, это то, что делает компания, это туда, куда мы можем приглашать. Запомните, запишите, хоть министров, хоть президентов. Как работаю, что я делаю? Транслирую каждому своему новичку в команде. Я транслирую на личной встрече, что у нас вот событие, на которое я собираюсь. Вот с кем бы я когда не разговаривала, с кому бы я не доносила там свой образ жизни, чем я занимаюсь, что я планирую. Я всегда прям, знаете, вот кому-то сажаю такую семечку в голове, что вот у меня сейчас Калининград наносу, Москва наносу, Турция у меня уже, да, запланирована. Да, мы с компанией едем. То есть всегда на личных встречах рассказываю о том, куда мы собираемся ехать в следующий раз, в следующий месяц, там через месяц, в какую поездку. То есть я живу от мероприятия до мероприятия. На всех трехсторонних переговорах, которые меня приглашают мои партнеры, они уже все знают, что я обязательно буду продавать билет на ближайшие события. Хоть форум, хоть онлайн-встреча, хоть день рождения компании, хоть итоги года, во всех трехсторонних переговорах я обязательно продаю свое событие. Если кто подписан на мой Инстаграм, пожалуйста, обратите внимание, я всегда пишу, я пишу пост, даже не один. С того момента, как только выходит красивая, яркая промо, там красивый, яркий ролик, фотографии компании, где, что, я пишу всегда об этом пост, несколько раз я делаю репосты к себе в ленту. Вот, поэтому я вот вчера тоже с ребятами, со своими выходили вечером на короткий чекинг. Я говорю, ребят, давайте все сделаем посты, давайте напишем о том, что нас ожидает. Да, может быть, этой пушкой по воробьям, там, один из тысяч ваших подписчиков, увидит, зацепится. Может быть, он постесняется там спросить, вы еще раз тогда ему, там, другой ролик покажете в ленту, вот, поставите чуть позже. Хоть каждый день, сейчас у меня каждый день будет в сторис, что я приглашаю с собой на мероприятие своих друзей, подписчиков. Поэтому в инстаграмах не стесняйтесь, напишите, возьмите какой-то ролик красивый, посмотрите, как я написала, как пишут все наши топ-лидеры о главном событии, о дне рождения. Пусть больше мелькает, пусть больше говорится то, о чем у нас, что у нас будет сейчас день рождения. Ну, естественно, во всех у нас чатах, на всех обучениях мы проговариваем о предстоящих событиях. Вот, если, ребят, если еще есть у кого-то офисы в городах, сделайте красивые яркие посты. Пусть они напоминают об итогах года, о дне рождения, о Турции. Они будут висеть у вас по полгода. Знаете, что мне больше все нравится, что вот практически за год мы уже знаем событийную линейку и даты крупных событий. Да, форум, понятно, что мы там за две недели можем даже за неделю узнавать. Но вот эти вот крупные события, они, естественно, да. О, вот, Вячеслава мне вот пишет, что вчера из Инстаграм холодный контакт купил на день рождения компании. У меня, знаете, вот в феврале, я вам скажу, тоже перед тем, как я писала про итоги года, мне девушка, подписчица моя за Инстаграм написала, говорит, хочу на тусовку. Она купила у меня два билета, но не поехала, потому что она заболела, заболела, правда, заболела. Но потом, когда я вернулась, мы с ней встретились. Она у меня зашла на стартселлер, прошла все обучение. Она дошла там до определенного урока по обучению, изучение маркетинг-плана. Мы с ней неделю, наверное, топтались на этом уроке, изучали маркетинг-план. Она перешла у меня сама на VIP-пакет. И за неделю она закрыла квалификацию оригинального менеджера и сделала бонус быстрого старта. Человек холодный с Инстаграм, который, оказывается, за мной следил вот почти пять лет. Я даже про ЮДС ей ничего не рассказывала, но мы с ней познакомились на одном из мероприятий, на тренинге личностного роста, не по ЮДС. Я тогда была совсем новичком, это был как раз 16-й год, сентябрь. И она все это время за мной следила. И она говорит, я уже все, все, я не могу. Я уже захотела на тусу и написала. Вот, поэтому сейчас она со мной тоже опять будет и на дне рождения компании. У нее тоже будут гости. То есть это человек, который пять лет следил, сам за мной написал и сделал сам себе бонус быстрого старта. Поэтому, друзья, Инстаграм. Да, Таня, да, Ставрополь знает моя команда, о ком идет речь. Инстаграм чудо чудное, поэтому пишем и приглашаем. На каждое событие, наверное, тоже, если у вас связки кураторские еще есть, мы всегда ставим какую-то цель. Зачем мы туда едем? Зачем? Есть новички, они часто очень отвечают, что я еду туда вдохновиться. Я вот всеми способами пытаюсь донести, что мероприятия от компании вы на тысячу процентов будете уверены в качестве контента и организации. Вот пусть вот здесь ни у кого из 122 человек в чате не будет сомнений, что там что-то будет не так. Там будет все феерически, все. Не бойтесь приглашать. Если вы новичок, он говорит, я сначала поеду, посмотрю сам. Не надо. Возьми с собой гостей. Ты будешь сидеть, даже если ты новичок, ты упустишь ровно полгода до итогов года. Да, ты поедешь, да, ты вдохновишься сейчас сам, но ты будешь сидеть и кусать локти. Я каждый раз, я уже почти пять лет в компании, каждый раз я сижу, покусываю себе локоточки. Думаю, боже, Лена, ну ты что, не могла вообще еще там один день посидеть на звонках, пригласить. Сейчас очень легко вот эту неделю работать, звонок с хорошей новостью, рассказать и о событиях, и провести еще какие-то встречи. Вот поэтому своей команде, конечно, задаю вопросы, с какой целью ты туда едешь. Я, как куратор большой команды, всегда спрашиваю своих партнеров, сколько гостей у тебя будет. Я всех ключевых людей вижу и задаю вопрос, сколько гостей с тобой будет. Я не спрашиваю, едешь ты или не едешь. Я спрашиваю, сколько гостей с тобой будет. Знаете, вот события в нашем бизнесе, я вот у Вячеслава Ушенина тоже прочитала пост, посмотрите, там, поста три назад, он очень мало пишет в Инстаграм. Он важные события тоже прописывает, что это наше там топливо, что компания живет от мероприятия на мероприятие. И вот здесь вот, дорогие новички, очень-очень глубокий смысл. Вы поймете это спустя, может быть, даже не один год, да? Но не упускайте это время, прям используйте. Поэтому на каждое событие ставьте себе конкретные цели. Сколько вы хотите заработать денег? Сколько рядом со мной будет сидеть гостей? Сколько у моей команды будет сидеть здесь? Да, если зал тысячу человек, то там 10%, 30% твоего зала, твоей команды, твоих гостей будет сидеть. Это всегда важно. Я уже повторю, что звоню каждому ключевому партнеру, потому что есть такие партнеры, которые там и один, и два, и три года в бизнесе, но тем не менее я думаю, что ему тут-то ничего объяснять не надо, а оказывается у него там кошка рожает, да, там еще что-нибудь там случилось, и мне опять... Вот самое обидное, наверное, для кураторов, меня поймут люди, кто давно в бизнесе, чтобы момент вот донести информацию тому, кто давно в бизнесе. Еще такая важная вещь. Если мне говорят там... Если мне говорят... Продают мне всякие-всякие, в общем, всякие красивые истории, что говорю, что я только не говорю, что я только не говорю. Если бы вы слышали, в разном настроении я бываю, по-разному я говорю, но каждый продает мне свои причины не ехать, я ему продаю его возможности. Я привожу простые примеры вот из своего тоже опыта. У меня была девушка одна, и она говорит, я там косметолог, и у меня на эти дни запись, я не могу, мне там это важнее, там деньги в моменте. Я говорю, а если бы ты знала, что на этом событии тебе вот дадут 5 тысяч долларов, ты бы нашла возможность там своих клиентов в этот день один, всего лишь день, расставить там по каким-то другим окошкам, там раньше принять или на 2 дня позже? Ну, они никуда же не пойдут без тебя. Он говорит, ну да, конечно. Вот. Или такой пример. Если бы вы выиграли путевку на Мальдивы, вы бы нашли время туда поехать со своей семьей? Ну, точно бы нашли. Напишите, пожалуйста, в чате. Нашли бы вы время поехать на Мальдивы, если бы вы выиграли эту путевку? Или у вас бы точно тоже не было времени? Пишите, ребят, не стесняйтесь, я пока буду дальше говорить про возможности. Для того, чтобы ваши люди выехали на события, бывают моменты, когда нужны с куратором тоже трехсторонние переговоры. Это прям сделка. Для меня, как для куратора, большой команды, это прям сделка. У меня были моменты, что мои партнеры, казалось бы, ключевые, не брали трубку. Я их карагулила дома. Я приезжала туда со своим куратором. И я понимала, что если я сейчас не вывезу туда этого человека, он просто сольется. Раз, два, через полгода, через год. Все, у него там бензин в баке закончится, и он подсольется в любом случае. Знаете, еще вчера слушала какого-то, не помню, сетевика на каком-то канале. И ему задают вопрос. А у вас у всех сетевиков, типа, там вот громко, музыка, там э-э-эй на мероприятии? Хотя у нас, считаю, вообще ничего такого нет. Я помню, когда-то попало лет 15 назад в Амбэй, и поэтому, наверное, боялась все это время сетевиков. И этот человек отвечает. Ну, в смысле громкая музыка? Громкая музыка на события – это всегда энергия, это всегда хорошее настроение. Он говорит, ну, просто смотрят некоторые, думают, о, сетевики, там громкую музыку ставят, там э-э-э-э делают, там чуть ли не приплясывают, там массаж друг к другу делают. Говорит, они какие-то странные эти сетевики. И этот человек, не буду называть, это один топ-лидер другой компании, он отвечает, а мне, говорит, странными кажутся люди, которые ходят на работу с восьми до пяти. Вот тут мне они кажутся странными. Каждый день по одной и той же дороге эти странные люди ходят в деловых костюмах себе на работу. Они, говорит, мне странные. А что странного в том, что люди танцуют? Что странного в том, что люди там веселятся? Да-да-да, Тоди Робин скачает музыкой. Да, красивые истории. Почему я не поехал в Москву 7 августа? Сейчас единственное, наверное, что, знаете, хорошая отмазка или самая красивая история – я боюсь заболеть. Я не знаю, что делать. Я не знаю. Вот с этим я, правда, не знаю, как с этим работать. Потому что, говорит, я болею или я боюсь заболеть. Ну, я боюсь заболеть. Я боюсь заболеть и в обычное время. Я всегда боюсь заболеть. Но если мы будем бояться, то к нам и прицепится, кто к нам и прилипнет. Не надо говорить, что я боюсь. Просто что делать? Пей витамины, чтобы не заболеть. Там намажься тетрациклиновой мазью 16 рублей. Нос себе, да, чтобы вирус не прицепился. Ну, одень, в конце концов, маску, да, чтобы не заболеть. Ну, так можно заболеть и выйти у себя в магазин дома. Тоже можно заболеть. Не важно, что там будет много народа. Вот. Ну, конечно, если человек заболел, это единственная красивая история на сегодняшний день, почему человек не едет. Все остальные истории у меня, они не принимаются. Для меня события – это вообще индикатор партнера, и его ответственности в бизнесе. Я по новичку в команде, у себя, я чекаю его серьезность, его намерение. Вот только так. Так, да, вот у меня Константин спрашивает. Вопрос. Надо иметь ПСР для поездки на день рождения? Друзья, я звонила лично в отеле, где мы останавливаемся. Я останавливаюсь на Киевской. Моя большая команда, топ-лидеры большинство, а может и все, будут жить на Киевской, на вотель Ададжо или Ибис. В этих трех, в любой из этих трех отелей, это большое здание, это отели все на одном этаже расположены, мы будем жить там. И я звонила в эту сеть, они сказали, нам ничего не нужно, никакие ПСР-тесты. И в Калининград, куда мы едем в лидерскую поездку, тоже никакие ПСР-тесты не нужны. Да, так, ага, спасибо за ваши комментарии. Поэтому, если ваши партнеры, новички не едут, попробуйте еще с другой стороны вывести на трехстороннюю, да, на трехсторонние переговоры своих новичков, кураторов. И даже пусть они знают, что это трехсторонние переговоры. Может быть, ваш куратор сможет донести так, что он сразу купит билет, купит перелет, купит отель. Подготовка партнеров к событию. Я не хочу убирать этот слайд из своей старой презентации. Загран, паспорт и виза. Даже если сегодня нам она не нужна, то у нас скоро будет Турция. И если у кого-то нет загранпаспорта, у новичка, я говорю, что у нас будет осенью уже Турция, тебе нужен будет загранпаспорт. Виза, да, Европа. Но пусть, пусть, вот у меня визуализация, знаете, работает, так и здесь. Загранпаспорт, виза, подготовка партнеров к событию. Потому что вроде бы партнер собирается ехать, мы с ним об этом говорим. Сейчас скажу, мы с ним об этом говорим, а в последний момент оказывается, что у него паспорт через месяц заканчивается. Поэтому прям посмотри, до какого числа у тебя вообще паспорт. Поэтому загранпаспорт, виза нужна. Сейчас читаю ваши еще. Так, какой отель? Киевская 2, Ададжо, Ибис или Новотель. Любой из трех отелей, да. Любой из трех отелей, Ибис, Ададжо, Новотель. Киевская 2. Очень удобно. Перелет купили во Внуково, прилетели 35 минут на Аэроэкспрессе за 400 рублей. И вы через три минуты в отеле. Вышел из метро и сразу отель. Идем дальше. Еще мои рекомендации. Я очень люблю говорить, как подготовиться к событию, как подготовиться к поездке, к любой, да. Будь то Турция, будь то день рождения компании, всегда нужно, опять же, договориться. Договориться, если вы едете с семьей, если вы едете там со взрослыми детьми, кто-то, да, договориться, то, что это не просто тусовка, я еду туда повеселиться, это моя командировка, это рабочие моменты, это для меня ответственность, что здесь будут, ну, например, если я еду со своим мужем, там, или наоборот, с кем-то едет жена, нужно сказать, чтобы ни в коем случае там не ревновали в команде, что тебе там придется встречаться со своими ребятами из других регионов, приветствовать, где-то с ними поужинать, где-то с ними там в ночной клуб, может быть, пойти там в неформальной обстановке, пообщаться, позавтракать, раньше вскочить, побежать там с кем-то в бассейне, поплавать, а не с тобой. Кстати, вот там, где мы будем жить, есть в Новотеле, в Ададжево бассейн. Я знаю, что все утром ребята бегают в бассейн. Вот, поэтому, друзья, если вы едете с семьей, обязательно, да, говорите, чтобы вам никто не мотал нервы, чтобы вы были спокойны, чтобы семья принимала. Всегда можно в семье быть вместе с нами. Я вот знаю, мы там приезжаем, например, в Новотель, вечером собираемся, разговариваем, знакомимся, приходите все со своими семьями. Никто не говорит, нет, ты не приходи там, будьте всегда вместе. Если не получается, просто пусть ваша семья не обижается. Еще раз, контроль всех ключевых людей, даже в последнюю минуту. Купили ли они билеты, я знаете, как делаю? У меня создается чат, уже у тех, у кого куплены билеты, перелеты, у меня эти люди добавляются в чат, и я вижу там, сколько человек на сегодняшний день едет, да. То есть я контролирую так. И если я вижу этого человека, не вижу этого человека в чате, я начинаю ему звонить. Дальше. Знакомиться. Знакомиться. Если вы будете видеть знакомые лица, которых вы видели, вот, каждое доброе утро, у себя, в командах, по понедельникам из топ-лидеров, знакомьтесь, подходите к партнерам, знакомьтесь со всеми топ-лидерами, делайте с ними фотографии с топ-лидерами, вам это поможет, там, например, кто-то будет, прямой эфир какой-то, и вы там не картинку выставите, а живую фотографию, там, пригласите на прямой эфир от топ-лидера, от любого, там, от Натальи Сорокина, от Ивана Сорокина, всегда, чтобы была такая заготовочка у вас, я всегда тоже с ребятами фотографируюсь, потом Наташа Сорокина выступает, я раз фоточку с ней выставляю, и это мне помогает, не на картинку люди клюют, а на живых людей, тут отмечу ее в Инстаграм, поэтому знакомьтесь со всеми, подходите, поверьте, что никто от вас не отвернется, никто не скажет, ни му, ни хрю, каждый будет с вами предельно откровенным, честным, отведите его на три минуты, спросите, что бы он делал в вашей какой-то там ситуации, разберите какой-то кейс, ну, я не говорю, что там отведите там, и вот там вот очередь за кем-то стоит, сфотографироваться, об этом свое, но все в пределах разумного, да, задавайте вопросами, на сто процентов будьте на мероприятии, я знаю много примеров, когда люди приезжали на события, даже у меня было, было у меня два гостя, которые прилетели, представь себе, из Краснодара, но очень долго собирались утром, не попали на первую часть, вечером там заболела голова, но пошли в бар, на следующий день выставка должна была быть, ну, то есть я не понимаю, зачем эти люди потратили деньги на билет, там, сто долларов, зачем они пришли, там, не сделали даже ни одного сториз, то есть для меня эти люди индикаторы, для меня эти люди понятны, но поэтому быть на мероприятии сто процентов, вы как партнеры знаете, что для вас это мероприятие, это как командировка, как рабочая поездка, приехать, посадить своего гостя, там, поухаживать за ним, спросить, не голодный он, позаботиться о том, где в перерыве кофе-брейк, или обед, обедать будете, вот, заказать, там, сделать общий чат, там, не дай бог что-то потерялось, кто-то потерялся, всегда туда заглядывать, да, чтобы вас не потеряли, будьте на мероприятии сто процентов, если, конечно, какой-то интересный контент, будет, что записать и от наших ребят, и от компании, что-то, какая-то мотивация такая будет, и от топ-лидеров, запишите какие-то свои инсайты, чтобы вы могли всегда к этому вернуться. Далее, ну, делать квалификацию онлайн, я сейчас, в день рождения компании, я точно знаю, что и на следующий день будут закрываться квалификации, здесь наоборот, можно приехать в отель пораньше, попросить там кого-то, Орлову попросить там трешку кому-то закрыть, то есть всегда на событиях можно сделать и доподтвердить квалификацию, больше проводите время со своими ребятами, с командой, рассказывайте, как у вас получилось там закрыть, открыть квалификацию, поехать в лидерскую поездку, как вы это делали, как вы собирались, какие у вас чекинги до этого были, вот обсуждайте вот эти все свои инсайты с людьми, делитесь с другими людьми. Еще сейчас такая мысль, знаете, промелькнула про события, про события. Вот у нас, вот, смотрите, когда человек работает на обычной работе, да, он может быть очень хорошим специалистом в своей области, ну, например, он там хороший врач, хороший стоматолог, и он хочет быть лучше, лучше, лучше там в профессиональном, в профессии своей, но у него нет, это вот, знаете, не глобально, он хочет быть лучшим специалистом, лучшим врачом, а может быть, просто врачом сидеть, там, углом выставить, вот, а есть тоже врач, стоматолог, который хочет открыть клинику свою, а есть вот тот человек, который хочет масштабироваться, он хочет открыть сеть стоматологических клиник, понимаете, и у нас в партнерстве можно самому продавать лицензии, а можно масштабироваться, открывать сеть клиник, видите разницу, ребята, напишите, пожалуйста, да, что вы разницу чувствуете, быть хорошим стоматологом, или быть хорошим продажником, и открыть сеть клиник, масштабироваться в партнерской программе, то нужно обладать определенными навыками, которые вы можете получить только на событиях, поверьте, только на событиях, поэтому, и если у вас есть чем-то поделиться, как вы сделали какой-то прорыв, да, то делитесь и не бойтесь, помните книгу Майкла Роуча, да, кармический менеджмент, если ты хочешь иметь красный феррари, помоги кому-то заработать на феррари, если ты хочешь много денег, помоги заработать кому-то много денег, вот тут тоже большой смысл, вот смотрите, если ты хочешь быть в департаменте по продукту, или в департаменте по масштабированию, то сначала должен вырасти кто? Твой куратор, поэцпочка куратора, да, если ты сейчас закроешь там квалификацию менеджера третьего уровня, еще кто-то закроет, то ваш вышестоящий куратор закроет там квалификацию регионала или директора, то есть вот это вот работает кармическая такая связка, поэтому хочешь заработать денег много, помоги сначала кому-то заработать, и дай исходящий, поделись, как ты это сделал, вот, это, наверное, и отличие MLM бизнеса от традиционного, если бы вы открывали сеть стоматологических клиник, то вам бы долго пришлось копать, рыть самому, какое лучше купить там торговое оборудование, каких специалистов, взять себе на работу в найм, в каком месте лучше расположить эти клиники территориально, а именно в сетевой индустрии здесь всегда есть заинтересованность вышестоящих партнеров, вышестоящих кураторов, и не бойтесь тоже уделиться каким-то своим опытом, это всегда ваш исходящий, всегда вселенная вам отплатит благодарными партнерами, и клиентами, вот, далее, еще из рекомендаций, после того, после возвращения, сделайте онлайн постпромоушены, сделайте оффлайн постпромоушены, если вдруг кто-то у вас все-таки не был на событии, ну, мало ли, правда, у кого-то кошка рожала, или еще что-то случилось, не дай бог заболел, то обязательно поделитесь то, что вы увидели, но поделитесь, чтобы человек тоже увидел пользу, да, можно поделиться так, что он там будет локти кусать, что он не поехал, и как будто бы завидовать тебе, нет, поделитесь пользой, да, конечно мне жалко, когда мои партнеры не едут, но тем не менее, нужно всегда рассказать там, что было новенького, где-то даже записать для него что-то, чтобы можно было поделиться, да, соберитесь, обсудитесь с командой, поставьте себе новые-новые цели, чтобы было лучше, интереснее двигаться в новом спринте, что же нас ожидает, опять еще раз, посмотрите, какой красивый концертный зал, концертная площадка МИР, и еще раз скажу, там, где мы планируем жить, концертная площадка МИР находится в 15 минутах на такси, это очень близко, это прямо рядом, у нас будут и мастер-классы, повторяю, и вечеринка у нас неоновая будет, какое дресс-класс, какое хотите, у нас будут красивые аксессуары для этого, я, наверное, не хочу уже больше повторяться, но остановлюсь все-таки, наверное, еще на лидерской поездке, Калининград, Калининград, я знаю, что ребята сейчас работают на эту поездку, чтобы быть в числе лидеров, чтобы провести вот несколько дней в такой синергии самых-самых успешных партнеров, ребят, нам так хочется, чтобы нас было больше, мы сейчас берем с собой видеооператора, мы будем снимать всю нашу поездку, у нас будет там и серфинг, и мы будем кататься на кабриолетах, будет экскурсия, которую для нас сам уже Вячеслав Ушенин подготовил, мы целый день будем на экскурсии, мы вместе где-то будем обедать или ужинать, и будет самое главное тренинг, ради которого все это, все начиналось, этот тренинг мы планировали делать в Монако, но считаю, что в Калининграде у нас он пройдет на высшем уровне, это 10 числа, Вячеслав Ушенин будет делиться своими фишками, это будет тренинг по финансовой грамотности, Наташ, думаю, будет и тортик, все будет, вот, поэтому в Калининград хочется, чтобы мы поехали большой командой, компанией, этот зал у нас будет в Турции, Вячеслав Ушенин показывал, я у него сперла этот слайд, и сейчас все, если даже сейчас у вас кто-то там не поехал с вами на день рождения компании, продавайте им сразу в итоге года, продавайте им Турцию, в Турцию можно будет ехать с гостями, то есть, вот знаете, закидывайте вот эти зернышки, я с вами в следующий раз, вот в следующий раз говорю, ага, в следующий раз у нас 16 октября, у тебя есть загранпаспорт, или там в следующий раз у нас вот уже будет шикарное мероприятие, самое красивое на итогах года, да, поэтому, друзья, очень хочется увидеться с вами и побыть в лидерской поездке вместе, я желаю всем вам огромных чеков, огромной команды, я буду закругляться, наверное, уже 45 минут, да, еще раз на слайдах вы видите, я для вас написала, это экономия времени, экономия времени, то есть вам не нужно будет рассказывать кому-то что-то, люди на таких событиях, принимают самостоятельно, обдуманные, взвешенные, взвешенные решения, быть в этом бизнесе или не быть, и тот, кто из гостей у вас начнет именно с такого события, поверьте, на события он будет работать, он сам будет вспоминать о том, что, ага, я же был на событии, я принял решение здесь, а не на онлайн-встречи, не на оффлайн-встречи, даже не на форуме, бывает так, что кого-то это не до конца не закрывает, а большая трехсторонняя встреча, это наше событие, это день рождения, когда вся компания будет работать на то, чтобы у тебя закрылись сделки, да, это экономия времени, вот, поэтому это наше топливо, это наш ускоритель, и, наверное, вы будете более-более убедительными, это новичкам, к новичкам относятся, тот, кто ни разу там не был, будете убедительны на переговорах, у вас будет внутреннее такое спокойствие, вы будете понимать, где вы находитесь, в каком месте вы находитесь, и вам будет легче-легче делать наш бизнес. Так, ну что, друзья, я вас благодарю за наше время, за ваше время, за наше доброе утро, и не будем дальше расслабляться, переходим опять к чему, к приглашениям на события, и к закрытиям, к открытиям квалификаций на этой неделе, я думаю, будет вот жаришка при жаришке. Все, у меня на этом все, всем большое спасибо, да, напишите вам, пожалуйста, в чат, как вам мой заряд энергии, если кому-то нужно, там, по отелю определиться, еще по чем-то, ребят, напишите мне в инстаграм, я каждому из вас отвечу, вот, если кто-то еще сделает там репост, какой-то доброго утра, тоже вас всех отмечу у себя на страничке, вот, всего хорошего, вам хорошего, хорошего, хорошей недели, и скоро со всем увидимся, покупайте нарядные платья, и буквально чуть-чуть и увидимся. Всем пока, останавливаю запись. Субтитры сделал DimaTorzok